Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться интересной и простой идеей для самоделки. Вот что можно сделать из старого порошкового огнетушителя. В моем случае это OP3. Размер самого огнетушителя особого значения не имеет, дальше все сами поймете. Сразу скажу, что никаких инструментов, кроме отвертки, не понадобится, так как все четко должно подойти. Я сам удивился, как это просто получилось. Вообще, для начала надо разобрать огнетушитель. Вот такой, как у меня, разбирается так. Если будет тяжело раскрутить руками, то зажмите ручку в тисках, струбциной, или просто во что-то уприте и открутите. Кстати, желательно убедиться в отсутствии давления в огнетушителе. Но это, конечно, на любителя. Емкость убираем в сторону. Пригодится для другой самоделки. А далее нам понадобится только ручка. Но на самом деле я погуглил, и она оказывается называется запорно-пусковое устройство. От нее, а точнее от него, мы откручиваем вот эту трубку и прочищаем весь механизм от остатков порошка. Продолжение следует... Теперь нам нужен шланг и два хомута. Если нет хомутов, то можно заменить их на проволоку. Надеваем один конец шланга на запорно-пусковое устройство огнетушителя, ну или на ручку. А другой конец на водопроводный кран. То есть мы из порошкового огнетушителя сделали водяной. Но на самом деле получился пистолет для полива. Он круче продающихся в магазине тем, что он очень прочный. Ведь рабочее давление огнетушителя аж 16 атмосфер. А на стенде их накачивает до 70 атмосфер. То есть для простой поливалки его прочности хватит как минимум с 8-кратным запасом. Он неплохо рассеивает воду благодаря такой насадке. Ну и самое главное, его не надо покупать и что-либо переделывать в нем. Напишите в комментариях, как вам такая идея. И может есть еще какие-то мысли, куда можно применить неиспользованную емкость от огнетушителя. На этом все. Если понравилась идея, то поддержи меня лайком. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем хорошего настроения. Всем пока.